Было, наверное так, защитники Монгона, как формулирование интриги, это... Взлет Лацо, Готарди бросает мяч на Верона. Несто единственный по-настоящему быстрый игрок в обороне у Лацо. Немножко остановить эту игру, в смысле остановить скорость. Может цепиться за мяч и дождаться второго шлона атаки. Верон! Пойдет сам! Поставил ему крючок, а выполнил удар. Но там саласа нет. Там саласа нет, Верон набежать не успевает. Это футболист, которому нужно войти в игру. Может быть потому, что он, что называется, игрок количества. Ему нужно разбегаться, какую-то нагрузку воспринять. Вот такое у меня возникает ощущение. И сейчас опять он делает передачи не очень удачные. Где оборона Рома. Вот Ринанди мне очень нравится. Монгона играет уже третий или четвертый матч подряд. Верон, совершенно правильный. Мячей в огромных количествах. Но на первых минутах появились бы уже в раздевалочку оба. Верон! 24-25-й. Верон, нельзя пас делать было. Что это, тактика особенная? Он располагается на самом острие атаки. Коуту обыграл в борьбе в втором этаже Тотти. Верон, как быстро. И блестяще, как точно, сыграл на конце Исао. Нельзя темп терять. Никого нет слева. Мы можем смело это говорить. С ударом метров 22. Но это сама по себе угроза. Причем это не срезался мяч. Именно тот, который не был рядом. Рапаич забил в Перудже. Один. Пас в центр штрафной. Удар головой. Это вот именно так. Как в барабаны бьет. Верон сыграл. Как быстро играет Верон сегодня. А между прочим, мы оба с тобой не баловались, а играли достаточно прилично. И Негро. Он сегодня еще и капитан, по-моему. Камест. Ну, понятно, что кто впереди, понятно. И за счет чего это достигнуто, тоже уже более или менее ясно. Но шансы команды я бы называл равны. Он в центре смещается. И опять-таки на просьбе. Далайкен Сейсал. Примечающийся дуэль. Пять атака. Еще раз напомним, что два последних дерби выиграла Рома. А до того семь. После него никого нет. Ничего подобного не показывал. В сезоне 90. Контратака. Верон снова не кажется игроком, достойным Лацио вообще. Безусловно. Это голевая машина играет в другом клубе. Пятая минута. 1-1 в матче Лацио Рома. Мне кажется мощным в качестве Симона Инзаги. И выигранное опережение. И фланговая игра как раз подчеркивает этот его плюс. Верон. Да. Боку. Но Верон все равно шел вперед. И вот только когда он мяч потерял, арбитр конечно будет. У Верона очень прилично. Удар. И вот он. Есть этот удар. Есть Михайлович или нет Михайловича? Ну это просто чудо, а не игрок. Сумасшедший удар и сумасшедшей красоты. Это не все. Это только начало. Какой матч. Какой матч. Какие качели. Это не все. Комментировать технический. И игра разбивается на эпидемии. Виталий. Ну а Верон на левом фланге. Это не игрок. Подача. А волнуется Лупак. Человек, которого за деньги можно показывать. Из-за всякого. Футбол это потеря. Ну я не знаю. Не восполнимая наверное. Он игрок. Которого. Я честно говоря сложно отношусь к Маркиджане. Все таки это вратарь. Которого иногда захвёстывают эмоции. Хотя его. Верон. Снова в касании вне игры. Мы не видим. Ну теперь ты видим. Верон. Честно говоря я вообще. Впервые видел такую сумму добавленного времени. Вот на световом табло. Верон. Который похоже уже готов отойти на свою половину поля. Ладно. Второй тайм выдавать. Уж если вот будет так. Что в этом матче как-то решится. Верон Эриксон. И Рома. В воротах. Тоже. Ну это естественно. Вратари не самые главные. Не лучшие. Но все вполне резонно. Что Джузеппе Панкуро. Поднимает голову у него на это время. Есть. Верон отыгрывается. Со своим соотечественником Алмейда. И пас вперед. На Эсимона Инзаги. Вот теперь Инзаги действует в своей манере. Надо дальше идти. Нет. Не пошел. Дождался Верона. Блестяще играет в отборе Алдаир. Я не вижу наката. Отрывается Верона. А в два шага. Да еще плечом. В каждом шагу. Друг друга не жалят. Опять-таки в первом тайме мы говорили. Что Рома. Дома тактическому холлу. Сегодня у Лацио это элемент игры. И это естественно. Атака Верона. Подача. Ситуации. Подача Верона. Теперь еще и на ближнюю штангу. Там на опережение пытался нервиться. Рома уже больше ничего сделать не смогла. Ни параллель, ни прогноз. Просто наблюдение. Через центр, конечно, надо играть. Стадион в Риме. Де Патра это сделал. Ну что ж, тур приключенческий в Италии. Вполне. Ну это нарушение. Правил, конечно, Дель Векио может положить не в лица. Только, только уходит в поле. Это поиск столкновения с Кандуна. Нестор Синьсини. Все равно.